От создателей брендов Валера и Ресурс Моторное масло нового поколения с высоким содержанием молибдена Переходи на крепкое масло ВМП Авто Всем привет, мои юные гонщики! Добро пожаловать на альманах юного гонщика, где мы вам рассказываем, как построить настоящий спортивный автомобиль Наконец-то вы дождались, и это крайний выпуск про постройку В этой серии мы вам расскажем, как правильно построить спортивный кузов, как его облегчить и усилить И в следующей серии мы уже произведем замер мощности, посмотрим, что у нас получилось, и начнется этап И прежде чем мы начнем, я вам хочу напомнить, что у меня идет розыгрыш моей турбо-жиги Из которой мы в ближайшее время сделаем также спортивный автомобиль, на котором вы сможете участвовать в тайм-атаке Возможно, в следующем сезоне вы поедете вместе с нами, мы вам по-любому поможем проехать его весь Ну, не финансово, а морально Поэтому, чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, а розыгрыш заключается в том, что скинуть всего лишь 300 рублей И стать обладателем великого спортивного автомобиля по названию ВИПКО Чтобы это все сделать, вам надо перейти по ссылке в описании, зайти на мой сайт, оформить вот тут пару строчек, и ты участвуешь Ну, а сейчас мы перемещаемся в силковый сервис к нашей колине, где мы начинаем, наконец-то, делать последний этап А именно, дорабатывать кузов Погнали! Давай, я начал! Всем привет, мои юные гонщики! Добро пожаловать на альманах постройки самой быстрой калины на ютюбе для кольцевых гонок, это важно И сегодняшний наш предмет разговора это кузов Как мы узнаем из прошлых серий, кузов одна из основных составляющих автомобильных гонок А кузов должен быть, первое, жесткий, как у нормального человека по утрам, а во-вторых, не гнилой Это третье, не гнилой Во-вторых, он должен быть... Это был жесткий, легкий и легкий, правильно, потому что, как мы знаем, вес самое главное И именно этим мы сегодня и займемся А ты про третье забыл сказать Три третье, чтобы без ржавчины Без ржавчины Без чего? Без ржавчины Ну все, погнали О, здравствуйте Мое почтение Ну что же, дорогие друзья, тема кузов И мы, как всегда, в силквей сервисе И с нами, как всегда, Юрец Силквей Кстати, он тоже начал подготовить свою колену Видите, уже покупает, насмотрелся на меня Итак, короче, наша сегодняшняя задача Облегчить автомобиль И для этого нам надо разобрать перед Ты почти ногой это смог сделать Нет, это решетка, брат Да все, это мелочь В одной из предыдущих серий мы вам показали, что у нас есть проблемы по кузову Сейчас уже подразобрана вот эта вот история И нам надо сделать что? Нам нужно разобрать все навесное вокруг переда, чтобы понять масштаб проблемы А проблемы тут есть, потому что это вас Кстати, ради угара К ребятам приезжала Гранта Да, Гранта 2023 года С пробегом 5000 И у него, как у всех, вот здесь уже рыжики И вот тут вот тоже рыжики Да, и крепления все начинают ржаветь Поэтому делаем вывод, что нам автомобиль попался Ну, практически как целка Ну, которая походила по рукам Занималась только анальным сексом, так скажем Классики не было Поэтому сейчас мы быстренько скидываем весь пластик Смотрим степень проблем И приступаем к обработку подкапотного пространства Погнали! Так, ну что, машина быстренько чихнула Там или разобран? Да, все, сняли Ну, есть кое-какие нюансы Все-таки мои друзья-перекупы тут немножко намудрили Во-первых, пойди сюда Крепление Уровень крепления, уровень ремонта Просто саморез в крыло На, и зашпатлевали А я думаю, что там трескается? Кстати, пока тут взорванная коса Помните, я в одной из предыдущих серий говорил, что это нормальная проводка Многие не понимали, в чем там разница Смотрите, какие тут разъемы Во-первых, они водонепроницаемы И уже они, вот как я говорил, европейские По сравнению, например, с тем же самыми восьмерками и девятками Да, здесь другого формата фишки и пины Совсем все по-другому То есть на восьмерках еще все а-ля советское производство Где постоянно все окислялось Попадала вода, пыль, грязь То есть здесь уже современные разъемы, герметичные Ну, более надежные, скажем так И именно поэтому, опять же таки, я выбираю Калину Спорт Но, тем не менее, это вас И поэтому он не лишен Чего? Ка-друзии Правильно В целом, у нас открылось все пространство Видно, где у нас есть очаги коррозии То есть сейчас нам надо будет это все зачистить, затравить И покрасить под капотку Мы, конечно, не будем тут сильно морочиться Потому что нам важна скорость Но, тем не менее, хочется собирать уж, если на новую деталь Ну, да, более-менее качественно Чтобы все это было И также у нас есть проблемы Вот тут вот это все надо будет зачищать И вот под крыльями, так как тут стоят такие мохнатки Ну, губки, да, специальные, шумоподавляющие Туда набивается грязь, и все это со временем у нее Соответственно, вот этот вот момент Он, ну, не спознает ржавчину Но, тем не менее, это надо все будет зачищать Поэтому сейчас, слава богу, есть специально обученный человек Специально обученный человек Да, который занимается кузовом И также, помимо всего вот этого вот преобразования В нормальный автомобиль После того, как мы сделаем вот эту историю Мы разберем салон И там мы уже покажем, как мы будем варивать всякие усилители Да? Да, начинаем Итак, мои юные гонщики У нас промежуточный этап Пацаны уже обработали кузов Точнее, зачислили все места И вот сейчас можно наглядно посмотреть Что же такое автобаз И сейчас у нас уже тут зачищены Всевозможные места, которые были Ну, которые были явно очагами И вот что самое главное Надо понимать Что даже, несмотря на то, что под герметиком Вроде как ничего ржавого нету И когда машина была в собранном состоянии Уже еще не зачищена Казалось бы, что все нормально Когда мы начали зачищать внутреннюю часть чашек То оказалось, что там всему пизда И это говорит только о том, что как бы Ну, рассчитывать на какие-то чудеса с этими автомобилями не приходится И если ты берешь машину, которая уже видимая какая-то из рапчины Скорее всего, ей пизда Сейчас наша задача Так как мы распотрошили все швы внутренности И все остальное Мы параллельно еще заменим фрагменты Маленькими там, кладочками И проварим вот эти места, швы То есть мы не будем все их заварить целиком Но сделаем такие большие усиления Как делают спортсмены И, соответственно, после всего этого Нам придется еще все это зачистить И покрасить Опять-таки у нас есть вопрос с той чашкой Которая у нас с Фрином Но, скорее всего, мы будем ее красить Потому что, ну, просто если уж сделать То делать один раз навсегда Ну и также у нас с нюансами Хоть мы и с вами смотрели Вот места под домкратников Там тоже есть дырочки Вот вам и Калина Спорт Поверьте, если вы купите машину, например, за тот же самый миллион Скорее всего, как только вы начнете этим заморачиваться Там будет то же самое Вот Юрет сейчас снимает меня И когда я ему спросил Как ты думаешь, у тебя так же там или нет Он сказал, что я даже знать не хочу Потому что это реально расстраивает Ну, а мы строим, как говорится, на все бабки Поэтому, чему быть, того не виноват Ребята начинают теперь все это варить И надеюсь, уже через неделю у нас будет подкапотка Все белые, блестящие, красивые Для опрятных Вот так вот Калину братья говорили То есть это я сам говорил Ладно, прорнемся Зато будет теперь усиленная Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дружочки, прошла неделя И что мы видим Подкапотка у нас открашена Напоминаю, что мы усилили и проварили все швы Теперь морда будет у нас немного пожестче Но это еще не все Потому что помимо этого У нас будут также Вот такие вот усилители Вот такие вот Видите, автопродукты Опять же такие Вот тут В душе Соответственно, задняя у нас будет Распорка И самое главное Что у нас есть уже пластиковые крылья Это не весь пластик, который пришел Потому что, как я и говорю С тюнингом что-то совсем жестко Особенно по весне Все пытаются собирать И я урываю просто по всему Тольятти Ищу эти истории И пластиковое крыло Ну, соответственно Оно намного легче, чем штатное Сейчас, погодите А дай мне крыло, пожалуйста Итак, вот Независимый эксперт За камерой Давай Сколько весит? Ну, килограмм Четыре-четыре Сколько весит? Ну, душечка, наверное Ну, где-то в два раза То есть, в принципе Где-то четыре килограмма Только на крыльях И вдобавок Как мы знаем Калиновские крылья Это произведение Как это? Произведение гниения Я бы так назвал И, соответственно Мы еще ждем сюда Пластиковый капот И вы не поверите Что я еще нашел Я созвонился с ребятами Из Lada Sport Которые делают Для подразделения Sport Всякие чунячки И мне едет Должно приехать Где-то через неделю Пластиковая крышка багажника Пластиковые задние стекла Ну, то есть В двери там И во все эти истории И самое главное Что мне придет Супер легкий Такой мягкий Из полиэтилена Передний и задний бампер Калина Sport Мы на этом где-то Собираемся сэкономить В районе Ну, килограмм 30-40 А это очень хорошо А сейчас Пока идут все Пластиковые запчасти Мы займемся следующим Иди сюда Так как мы Дрочеры 3000 Мы забираем Вот эти вот Все кронштейны Вот эти вот Вот этот кожух Вот эту вот историю Передний усилитель И вот Вляпался Берем все вот это вот И везем на пескоструй Потому что я хочу Чтобы прям Капотка была По фэншую В общем Мы оставляем Юрца тут одного Ну, как одного Конечно Со своей командой Да А я погнал В пескоструй И я надеюсь Что уже в конце недели К нам все придет И мы вам покажем И взвесим машину Сколько она в итоге получилась В общем, посмотрим Это автоспорт Автоспорт Пока Юрец собирал машину Я, чтобы сделать Максимально фэншуй Пока есть такая возможность Сгонял в Квальти Вилс Они занимаются Порошковой покраской И все Кронштейны Усилители Всевозможные Вот эти вот Панельки крыльев И все остальное Просто покрасил В белый порошок Чтобы когда Открываешь капот На машине Все сговорили Ебать Это лучшая кальвина Которую я видел Но, к сожалению С русским автопромом Такой не получится Потому что все равно Есть нюансы по кузову Которые мы, может быть Потом будем устранить А может мы Просто уже Пойдем в формула 1 Там или куда-то еще Но пока Вот я хочу Чтобы было дело Вот так вот Я потом вам посчитаю Сколько это все обошлось В общем все распорки Автопродукты И все вот это У нас будет беленькое Надеюсь, что мы В цвет попали По-моему По-моему Ничего, да? Что юрец скажешь? Белое облако Должны были попасть А там В порошке нету Белого облака Там просто есть Белый глянцевый И белый матовый Вот и все В общем все Сейчас доделаем Подвеску мотор И приступим Сборка салона Следующим этапом У нас в постройке кузова Естественно Является что? Интерьер Интерьер Самая важная И дорогая часть На самом деле Потому что Оригинальные рули Оригинальные переходники Оригинальные сидения Оригинальные ремни Которые с амологацией Стоят просто Никаких-то Невменяемых бабок Вот просто Чтобы вы понимали Ремни По-моему Одна штука В районе 35 тысяч И сидушка В районе 70 Прикидываете? А их надо по два Это просто Какой-то пипет Но Это все ладно Мы посчитаем Стоимость постройки Уже в конце Сейчас нам надо Определиться Как же построить Самую быструю калину С самым правильным Салоном И сейчас я вам расскажу Берем ковш Мы взяли Ковш Спарка Не буду вам пока Его расчехлять Покажу потом Как будет это все Выглядеть на машине Потому что Это новый Первый раз в жизни Я купил новый ковш Еще с амологацией Пацаны Можете отписываться Я пойму Реально Но По-другому Никак Объясню Почему мы купили Этот ковш Потому что Мы хотим Участвовать Не только в Лад Тайм Атак Но и в других Соревнованиях Где требуется Амологация То есть Ты и так Даже в Лад Тайм Атак Не можешь поехать На каком-то Китайском говне За 5 тысяч рублей Так еще Если ты собираешься В какие-то Более высокие Соревнования То тебе нужна Амологация У нас тут Соответственно Все имеется Мы кстати Выбирали Еще так Чтобы вот эта вот Часть Вот эта вот Покажи Вот эта вот Часть была Достаточно высокая Потому что Ляжки у меня Извините И когда Вот такая вот Конструкция Тебя плотно Схватывает Грубо говоря Вот так И тебя не болтает Естественно Мы будем Все ставить По приложению Джей Там вот Ребята Сейчас мы вам Покажем Уже Дербанит Салон И нам Для этого Потребуются Вот такие Вот штуки Обычные Переходники Я думаю Про это Вам рассказывать Не надо Но Опять же Чтобы было Много регулировок Потому что Мы поедем Я не один Буду на ней ездить А соответственно Будет еще Второй пилот А может быть И треть Соответственно Пришлось Купить Вот такие Длинные Вот эти Кронштейны Чтобы можно было Сидение Вперед Назад Двигать Чтобы регулировки Нам всегда Хватало Стоит Вот эта Вот история 7500 Соответственно Уже Пятнашечка Я говорю Тут машина Столько не стоит Сколько стоит Салон И варивать Мы будем Опять же Вот таким Вот способом По приложениям Джей Это все Продается В магазине А.Джиэс Это не реклама Просто В единственном месте Где мы их Смогли найти Чтобы не резать Самим Вот это все Не вытачить И так далее Тут грубо говоря Взял сварку И Все Нафигачил Достаточно Понятно Кстати Немалым важным Фактом Является Такая тема Что Прикручивать Например Вот эти Вот Ковши Вот на эти Салатки Надо Специальными Болтами Которые Грубо говоря Тоже Амалогированы И сделаны Не из Пенопласта И не из Пластилина А из нормальной стали Это очень важно Ну и Вишенкой на торте Пипец Новые ремни Самолагация Являются Ремешки Сабел Я первый раз Узнал Как они Правильно Называются Потому что Никогда в жизни Не думал Что у меня Будут такие Ремни Это у нас Шеститочечные Ремни Я опять же Таких Вытаскивать Не буду Покажу Как будет Выглядеть Все Когда будет На машине Но надо Понимать Что тут 6 То есть Соответственно Раз Лямка Два Лямка Три Лямка Четыре Лямка И вот Тут Пять И шесть Дело В том Что Можно было Купить И дешевые Какие Нибудь И для Опять же Таки Для Латтайма Так Можно С просроченной Амалагацией Это все Допускается Но если Ты собираешься Куда-то На другие Гонки То Надо иметь Амалагацию А соответственно Когда ты Вдруг Захотел Поехать В какие-то Другие Гонки Начинается Беготня Ой У меня Ремни Не подходят И так далее В общем Бабки Бумага Мы решили Взять И сразу Построить Нормальный Автомобиль Ну и Соответственно Чтобы все Это Установить Потребуются Нам Вот такие Вот штуки Это Закладные Я только Сегодня Узнал Что Оказывается Эти закладные Надо приваривать Вниз Под кузов Чтобы Когда Банчбол Сюда Вот так Вкручивается Чтобы он Тянул Через Пластину Если бы Я сам Делал Я бы Приварил Вот так И все И говорят Когда сильно Дернет Она может Отвалиться В общем Это тоже Такие нюансы Которые Надо изучать Я бы сам Не взялся Это делать Потому что У меня со сваркой Мало того Что проблема И руки у меня Из жопы А теперь Пойдем К самому Интересному Кстати Напоминаю Что сейчас На данный момент До гонки Остается 3 дня Пойдем Покажем Что с машиной Итак А вот В принципе Автомобиль Тут ребята Вовсю Уже Занимаются Тем Что Бомбят Салон Салон У нас Уже Весь Разобран Шумка Слава богу Вот Можно Спасибо дорогие Друзья На автовазе Что вы делаете Машину На отъебись Шумка Сошла Достаточно Легко Классно По регламенту У нас Передняя часть То есть До задней стойки Должна оставаться Вся Грубо говоря В стойке То есть Мы Шумку то убрали Но обратно Будем ставить Ковролин Подстаканчики Все остальное Вот это Вот мы трогать Тоже Не можем А вот сзади Мы потом Соответственно Уберем Обшивки Вот этих Вот дверей Тут у нас Обшивок Не будет Мы это Все приведем В порядок Подкрасим И так далее И на этом В принципе С кузовчиной Все А можно Да Смотрите А вот это А это Не снимай Брат С кузовом У любой Калины Есть нюансы У нас были Нюансы С передними Чашками Ну в принципе Мы это все Видели А вот Задними чашками Нюансов Мы не видели Пока не сняли Обшивку Если вы посмотрите Вот тут вот Была типа Обшивочка Вот тут вот Шутка И если вы посмотрите Сюда У нас тут есть Небольшая ржавчина С трещиной То есть А чисто физически Стакан пытается Уйти Из автоспорта Прямо сейчас Ну вот так как Ребята все равно Будут приваривать Все вот эти вот Перекладины И все остальное То соответственно Они подварят Вот эту штуку А потом Уже после первого Этапа Который пройдет Уже через 4 дня Мы соответственно Облегчим еще и Крышку багажника Все остальное И покрасим Внутрянку И это будет Мне кажется Хорошо По кузову Пришел капот Капот я заказал NFR Вот с такими вот На самом деле Можно купить Практически любой Капот Там с ноздрями С такими И с сякими А вот с NFR И прям реальная проблема Их нету в наличии Производят их Чуть ли не месяц Не два А вот ребята Из автопродукта Особенно у Андрюхи У него стоял Такой капот На колине И по случайности Он решил его поменять И Блядь какие вы суки Я даже забыл Что хотел сказать И мне очень сильно повезло То что он Хочет себе поставить С большими жабрами Другой капот А этот уже покрашенный В цвет Отдал мне Соответственно Мы его сейчас тоже Туда закидываем Закидываем еще Пластиковые крылья И на этом Обличение наше заканчивает Ну что же мои юные гонщики Продолжение История с кузовом К сожалению Все вот это богатство Которое вы тут видите Пришло уже После одного этапа Все это мы попробуем Собрать к Смоленску Но это не точно Ну хотя у нас другого Варика нет Потому что с машина До хрена весит И что же нам пришло Вот эти бампера Они как бы Кажется как будто Обычные калиновские Но на самом деле Калиновские Они сделаны Из такого Как рыхлого Пластика Какого-то Я не знаю Как он называется Типа стекловолокна И при первом же Касании любого препятствия Он взрывается Это уже Полиэтиленовый Ну грубо говоря Из пакета Сделанный Они немножко тоньше И самое главное Что они где-то Раза в два Легче весят Чем те Стоковые наши У нас соответственно Есть передний И задний бампер Его сейчас надо будет Там подмарафетить Покрасить и так далее Это все понятно Также у нас есть Точно такой же Передний бампер Причем видите Как он идет Полностью целиковый И все вот это Придется вырезать Дорабатывать И так далее То есть это в основном Бампер используется В кроссе И в очной гонках Где идет Контактная борьба Там машины Друг к другом Часто ударяются И соответственно Вот этот вот Бампер То есть ты его гнешь Там ломаешь как хочешь И он возвращается В обратную форму Это все окей Но например На том же самом Заднем бампере И на переднем бампере Мы немного Не скидываем Там порядка Трех-четырех килограмм Самое у нас интересное Это вот это Это крышка багажника Обычную крышку багажника От Калины Ты не сможешь взять Вот так вот И вот так вот Одним пальчиком поднять То есть Вот тут мы экономим Ну где-то наверное Ну в десятку Пятнашку Учитывая то Что еще у нас там Получается механизм Дворников Замок Подсветка Номерного знака И все остальное У нас этого ничего не будет Соответственно У нас будет голая крышка Крепиться будет Спортивными замками Единственное что тут Будет спойлер И естественно стекло Мы будем Использовать Вот такое вот Опять же таки К нам пришли Пластиковые окна Мы напоминаем Можем использовать Пластиковые окна Только за водителя Задняя полосфера Это два стекла Задних дверей И крышки багажника Ну и маленькие форточки Все это выглядит Вот ну Вот так вот Да Вот так вот Типа обычная херня Это у нас просто Встанет в дверь Мы как-то ее прижмем Там ну Юрец там посмотрит Как ее сделать И все И соответственно Мы убираем Стеклоподъемники Из задних дверей Убираем Всевозможные обшивки И всю остальную херню Убираем шумку И будем надеяться Что мы скинем В районе 60-80 килограмм Итак мои юные гонщики Сейчас мы находимся У Гошана В Аутлав Правильно? Ты заебал Давай нормально Склейка Итак дорогие гонщики Мы находимся У Гошана В Аутлав Все привет Правильно? Нормально? И это единственный человек Кто может нормально Сварить Ну из моих знакомых Вся вот эта вот Безопасность По приложению Джей Но мои зрители Наверное не понимают Почему надо делать Именно по приложению Джей И почему все Тайм атакеры Все везде дротят Сюда четко Сейчас взлетела Вставка С Напополам Разорванной Тридцатки Которая Сохранила жизнь Людям За счет того Что А ты же варил Да Вот После вот таких ДТП Люди даже выживают Привет лысый И чтобы вы поняли Почему мы Именно заморачиваемся С безопасностью И делаем По приложению Джей Я предлагаю Переместиться В лабораторию С профессором Где я вам Наглядно Все расскажу Погнали Всем привет Уже я практически А это самое Изъюбленный вопрос А ты в трусах сегодня? С какой целью интересуемся? Просто интересно людям Вы напишите в комментарии Кому реально интересно В трусах я или нет И у меня есть Подсказка Так ладно Всем внимание Не шумей Добро пожаловать В лабораторию скорости Где профессор Луц Вас научит Настоящим Гоночным хитростям Тема нашей лекции Что Да Кузов Правильно И кузов Это не жопа Твоей толстой подружки Или толстого Твоего друга Осуждаю Да Тут это Россия Да-да-да Обойдемся подружкой Или как ты его там называешь Итак Пишем соответственно Что Кузов Я могу еще вот так вот Нарисовать Типа Это типа Калина Понял У меня такие фары Тут Кайос Диски Кузов Ёбаный рот Итак Красный Зачем он Короче Что у нас с кузовом Многие думают Что в кольцевых гонках Обязательно Вообще в любых гонках Обязательно Каркас И да Действительно так Каркас Это основа безопасности Но Есть некие исключения Например Когда ты едешь в ралли Там настолько сильные нагрузки Вот на этот кузов Вот давай мы вот так вот нарисуем Вот он Вот по факту Как бы вот Четыре точки Вот тут колеса И когда эти колеса Вот так вот Перебанкаются То естественно У вас идет нагрузка На весь кузов Вот так вот Понятно да? Похоже да? Также Очень важно Например В том же самом драге Потому что у тебя Когда начинается машина Наверное вы видели Видосы вот такие вот Где там Особенно грузовики Их чуть ли не скручивают Там тоже важен Именно каркас Потому что Чтобы машина Когда она выкручивается И теряет сцепление Вы проигрываете секунды Но У нас Тайм-атак И если бы был у нас Мастарт А мастарт Это когда вот Вот много машин Похоже что это машин много? Да? И едут в наш любимый поворот Ну помните да? Нашу трассу Я только сейчас наоборот нарисую Вот как бы Вот этот вот поворот Вот этот вот бокс у нас Помнишь да? И вот они когда летят Все сюда В первый поворот Начинается вакханалия А что начинается? Похоже что это ДТП? Ну Допустим Ну вот так вот Кря Тюк ПЗ Понятно да? Что это вот Недовольные гонщики Вот тут вот Это вот уже Четвертину надо искать Где-то на разборе Понятно да? И вот в этой ситуации И опять же таки В сражениях Нам необходим Каркас безопасности Потому что Это основа Это база Где тебе Не дадут умереть Но так как у нас Все те же Изъезженные трассы Которые все знают Вот эти вот Понимаете да? А где у нас боксы? Вот тут Вот тут Боксы Вот тут Изъезженные трассы И нас выпускает По очереди И смысл Тайм атака Это грубо говоря Калификация Где ты должен проехать Как можно быстрее круг И желательно Чтобы на твоем пути Вот Не вот тут вот Не вот тут вот Не вот тут вот Особенно на прямых Где есть боксы Никого не встречалось То соответственно Все стараются Ехать друг от друга Подальше И контактов В тайм атаке По-ми-ни-му-му Это понятно? Понятно Есть конечно инциденты Когда машины Переворачиваются Улетают в стену И все остальное И даже как мы помним Что в Смоленске Произошло небольшое Неприятное ДТП Вот это вот Где человек Не смотрел мои видосы Про тормоза И у него Что-то с ним случилось То действительно Каркас там должен быть Но это настолько редко Что секунды Которые ты теряешь На весе А каркаса Это ты понимаешь Помнишь мы грузики Рисовали Вот один грузик Это вот Ты когда едешь Без каркаса А когда ты с каркасом Едешь Получается Вот так вот Понимаешь Ну то есть тяжело Каркас сам по себе Тяжелый И вдобавок Еще Он Сколько Он Давай вот так вот Нарисуем Другбокс Понятно что это Обозначает Не понимаю Он стоит Очень дорого В районе Двухста тысяч Стоит амалагированный каркас Если ты просто взял Какие-то трубы И переварил сам Тебя никуда Нормальной гонки Не пустят Поэтому мы Вот эту вот Всю историю С большим весом И с Ефтической стоимости Просто вот так вот Перечеркиваем И говорим Влад Тайм атак Каркасу Нет Особенно в нашем классе У нас и так Стандартные моторы И вести вот эту вот Чепуху Нам ни к чему Поэтому Что мы делаем Мы просто Берем И нагружаем Самые главные Самые главные Узлы Автомобиля Это соответственно Точки Куда вставляются Аморты У нас и так Получается Низ Подожди Где Низ Низ Усилен Подрамником Понимаешь Да Вот И вот Рычаги пошли Он и так Как трубчатая рама Получается А нам надо Только усилить Вот эти вот Места Где идет Самое главное Напряжение Грубо говоря Вот так вот Понятно Да Вот оно Напряжение Вот 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 И вот Понятно Да И как там На его можно усилить Да просто Поставив Между собой Распорки Мы решаем Проблему Жидкого Кузова Ну Вдобавок Мы же еще Проварили Вот эти все Спереди Швы И по хорошему Надо было Проварить Все швы Ну тут Все швы И это Добавит Жесткости Кузова Но Так как Мы Кольцевики У нас Нагрузка На кузов Идет В основном В те моменты Когда ты Закладываешь Руль Но она Равномерная Либо Как мы уже Говорили В прошлой серии Заезжаешь На поребрике Соответственно Все это Должно В принципе Работать И Не будет У нас Вот это Вот С чего Допускать Крайне Я не рекомендую Понимаете Но Безопасность Она И в Африке Безопасность Соответственно Надо себя Не дай бог От чего-то Обезопасить Как я сказал Да Это безопасность Про безопасность Соответственно Мы Где Мы вот тут Правильно Вот она Дверь Дверь Да Вот она Дверь А вот Наше Кресло Похоже Ну Допустим Табуретки За 75 тысяч Рубля Как-то такое И смотрите Что получается Что Самая опасная Вот эта Вся затея Что Если к нам Вот сюда Вот прям Вбок Прилетит Другой автомобиль Поэтому Он может Сделать Из автомобиля Скажем так Вот такой Вот банан Помните Да Бананы Людей продаю Шучу Бананы Не продаю Вот в данном Случае Можно будет Продавать банан И когда У тебя прилетает Сюда машина Вот тут Может тебе Немножечко Как сказать Не повезти Не повезти Да Так что Все впадает Да Вот ему Не повезло Поэтому Мы Встретимся На 40 дней Давай Черный юмор Да Таверда Поэтому Что мы делаем У нас Есть Вот тут Туннель Вот тут У нас Есть Порог Достаточно Сильная Часть Кузова И Именно Поэтому Придумали Люди По приложению J Сделать Следующее Мы берем Вот сюда Вот И под сидушку Вставляем Две Грубо говоря Трубы Хоп Хоп Понимаете Да Понятно И на него Уже Вот Мы крепим Сидение То есть Сидение Получается Сверху Ставится Вот оно Сидение Вот так Вот Понятно И когда К нам Сюда Приезжает Например Очередной Человек Который Не посмотрел Про тормоза Мою серию Он Бьет Вот сюда И у тебя Бананчик Получается Не вот сюда Заходит Понимаете Не вот так Вот А немножечко Вот так Вот И больше Шансов У тебя Вот не быть Как Вот эта Вот Тряпка Понимаете Да Именно Поэтому Если вы Гоняете Без каркаса Лучше всего Установить Все вот эти Вот нюансы По Приложению Джей Вдобавок Еще Немаловажным Являются Ремни Которые Тебя Держат И ремни По-хорошему По-хорошему Тоже Прикрепить На хорошие Банш-болты Не надо Покупать Банш-болты В Леруа Мерлен Как многие делают Они сделаны Из пластмассы Надо купить Чуть ли не Амалогированные Также Купить Амалогированные Грубо говоря Болты Крепления Сидений И всего остального У них Почитайте Там сталь Должна быть Какая-то Определенная Так вот И что мы делаем Мы мало того Что вот Кузов Это вот Днище Кузова Мы берем Вот такие Вот штучки Где Понятно Закладные Где Куда Вкручивается Банш-болт И мы Снизу Вот снизу Вот тут Вот Вниз Гайкой Грубо говоря Привариваем Эту Историю И сюда Уже Вкручиваем Банш-болт Понятно? Чтобы Когда У тебя Пытаются Вот превратить Вот в это Вот Понял, да? Тебя Типа Тянет Ремень Грубо говоря Да? Вот тут Он тянет Вот сюда Чтобы У тебя Вся Вот эта Конструкция Играла Вот сюда И упиралась В кузов И это Не даст Не вырвать Ни болту Не вырвать Закладную И С тобой Достаточно Большой вероятности Ничего Сильного Не будет В принципе Все ДТПшки Которые Случались В тайм-атак Были без летального Исхода Именно поэтому Мы Пренебрегаем Вот эта Вот история Которая Дорого стоит И очень много Весит И делаем Все По приложению Джей Это нам Позволит Также Сохранить Свою жизнь И безопасность И при этом Еще Сделать машину Немного легче Понятно Так Все Дорогие друзья На этом В принципе Все аспекты Изучения Автомобиля Заканчиваются Если у вас Остались Какие-то Вопросы К профессору Если вы хотите Про что-нибудь Чтобы я рассказал Например Про ту же самую Одежду От экзоста Это надо кому-то? Надо конечно Это надо только нам А им Надо участвовать В конкурсе В общем Если вас интересуют Какие-то темы Про автоспорт Пишите в комментариях И профессор Луц Естественно Вам расскажет Тем более У нас аренда Еще этого помещения Договор У нас заключен На целый год Как минимум А в следующем году Может быть мы продлим И поедем уже Формула-1 А там тоже Вот этих вот аспектов Там единственные Трассы Там трассы Немножечко другие Ты помнишь да Какие там трассы? Нет? Там есть боксы Там нет Там нет Там вот так идет Вот так потом Вот так идет Понял да? А боксы где? А боксы вот тут Там Понял Там бывает еще Ну много кустов А бывает Ну бывает Все подстрижено Все дорогие друзья С вами был профессор Луц Наконец-то я могу вас поздравить Вы стали Настоящими Выпускниками Скорости под Выпускниками Короче Все Реведорч Теперь дорогие друзья Вы знаете все о безопасности Почему всех спортсменов Дрочат по Джею И теперь мы можем даже показать Как это выглядит вживую Да Многие думают Что приложение Джея Это просто профиль К порогу И к туннелю Присрал и готов Но нет Там есть свои заморочки Целая документация По толщине металла По тому Как это должно быть закреплено Есть несколько разновидностей Приложения Джея Что сейчас можно будет Прямо у нас в мастерской Показать Потому что О чудо Сразу же две машины С разным приложением Независимо от того Что это за машина Жига Беха Там Феррари Порш Все требуют По ФИА Вся суть приложения Джея В том Чтобы обеспечить Максимальную безопасность И в то же время Разъемное соединение Обычно Как народ делает Берем тупо профиль И просто Приварим его К туннелю К порогу И погнали Здесь же используются Закладные Которые сначала Отдельно Привариваются К туннелю И дальше Профиль Вместе с другой частью Этой же закладной Прикручивается к ним То есть это можно Вот так вот открутить И спокойно Унести с собой домой Это первый вид Как можно сделать На квадратном профиле Чтобы у нас Крепление ковша Спокойно вставало Все это прикручивалось Есть тема покруче Да Она сделана На мантуи Тридцаточке Переместились в тридцатку Смотрите Здесь используется Труба Круглого сечения И к ней уже приварены Вот такие Сверху кронштейнчики В которые Вварена втулка с резьбой Короче Выглядит круче Но Сука Такой геморрой Это ставит Когда-нибудь Я через это пройду Но надеюсь Не с калиной Не с калиной Мы естественно Будем делать По обычному Как я вам показывал Пути Мы купили уже Готовые профиля В джессе По моему И их соответственно Будем приваривать В чем еще По моему Круглая труба Должна быть бесшовная То есть ты не можешь Пойти тупо В водопроводный магазин И купить ее Если с профилем История чуть попроще Просто на рынок Можешь поехать И взять Главное Чтобы стенка была Нужной толщины То с этой трубой Так просто не прокатит Это надо К каркасникам Ну и надо сказать Опять же Что эти же трубы По такой же схеме Просто прикручиваются Все это можно Аккуратно открутить И унести с собой Вы можете заткнуться Мы снимаем видео Спасибо Предостерегаю вас Что в комплектах АДЖС Втулки Почему-то Меньше длины Чем толщина профиля Поэтому сразу же Обзаведитесь Какими-то контактами Токаря Кто вам изготовит Просто втулки Чуть длиннее чем надо Потому что Это потом все Обваривается И защищается Иначе просто нормально Не поставим И еще важный вечер Народ Почему за безопасность Так сильно топим С помощью вот этих Всего лишь профилей От порога По сути до порога Можно так капитально Увеличить жесткость машины Потому что Если случится авария И тачка приедет В эту часть порога Сколько нужно энергии Чтобы сдвинуть С этой стороны туннель Но намного больше Чем вот эти Ватные Жигули Или та же самая Трицатка Которая точно так же Сделана из непонятно чего Поэтому Такие куски металла Могут сохранить вам жизнь Так ребятки Теперь вы знаете Про безопасность Что на ней Ни в коем случае Нельзя экономить А теперь Кирюх Мы выгоняем Тигуана Пупера Загоняем туда Калину И начинаем Ставить Нормально профиля Вот как на А я заодно И переоденусь А то и как Как в цирке Как в театр Ладно Погнали Итак Мои юные гонщики Наступает Финальная стадия По кузову Это облегчение Как вы видите На данный момент Она облегчена Максимально Но дело в том Что во первых Ребятам надо просто Сварить Вот эти вот По приложению Джей А наша задача Сейчас Перекрасить крылья Потому что у нас Был неудачный опыт Мы покрасили С баллончика На один тап И поменять крышку Багажника Поставить пластиковые стекла И вот это все Не знаю как у нас Это все получится Но как-то должно Занимаемся Итак Самое главное Время удивлений Крышка стеклопластиковая Как вы понимаете Это вообще Максимально ужасная штука Которая бывает у нас В тюнинге И посмотрите Как она стрельнула Просто с первого раза Все в зазорчик Все отлично Все заебомба Как вам такое Так Следующий этап У нас Облегчение дверей Прошлый продавец Сказал Что была небольшая шумка Но говорит Там наклеили Чуть-чуть Буквально там По одному листу По одному листу Говорили о них Ребят Тут взвесили дверь И она оказалась Что весит В районе 35 килограммов Представляете Завешиваем дверку Отнурили И поехали Держим Давай Давай Снимаем 31 И 2 Хватит Пацаны У вас В бетон Дверь залит Надо с этим Что-то делать В общем Нет Не пойдет Сейчас разбираем Все внутренности Вместо этого стекла Пластик Должно Получиться Погнали Погнали Короче Вот Ну не знаю Только тут Килограмм в 15 Высокоэффективные Шумки Который поглощал Шум в колене Ха-ха Но Нас дало Удивление Когда мы Разобрали Переднюю дверь Ну мало того Что-то аудиоподготовка Да Джи Бейлевская Небе Так они Вот эту Шумка Вон там Вот Бутут Шумка Это Это Вот Вот они Весили 40 А задние 35 А все 40 Дальше Невестно Невестно До новых встреч Очень Дальше Невестное Можно Ее Время У меня Спасибо Дальше Нет Что-то Например Сад Лучше Изна Joanna В общем, прошел день, Мишане рад, у него все получилось, не уверен. Торпеды нету нифига, и сейчас наша задача убрать аэрбэк ненужный, вот этот кронштейн очень много весит и вот это лабуду. Смотрите, у нас на скрутках сделано. Матом на ругайся, у нас здесь смотрят. У нас горит проводка просто вся. Короче, тут, как всегда, безжалостный советский тюнинг, музыку подключали проводку, все остальное, это бипец говнище. Миша установил какую-то крутилку, чтобы гор, типа, немного твер, закрутился. Нет? Как электрик тебе минус балл. В общем, движение у нас продолжается, у нас полное облегчение уже, что? Ну, по шумке, во всяком случае. Остается нам приварить нормально вот эти вот квадратики, вот эти. Какие квадратики? Какие квадратики, Кирюш? Как они называются? Закладные? Ну, господи, ну, всему учить надо. Так они у меня, ну, юные гонщики, я не понимаю. Гонка уже послезавтра, поэтому вот у пассажиров больше... А там, ну, будет вот это времяночка. Осталось снять бар для полной. Да, будем после гонок этим заниматься. А наша сегодняшняя задача, помимо того, что, ну, говорить вот эту всю историю, надо поставить крышку багажника и подготовить всё, чтобы завтра клеить стёкла, пластиковые стёкла. Гонка уже послезавтра. У нас предположение, что мы немножко перетрудились. Жопы вообще нет. Так, ладно, заказываем Макдональдс, Мишань. Ну, на такой лёгкой мы не пройдём тихком. Казалось бы, гонка уже послезавтра, машину надо собирать. Ну... Лысый, блядь. Что ж? Боке-боке. Слышишь? Короче, чтобы сделать в этот раз нормально, сняли даже бак, прикидываете? И сюда будут варивать вот эти вот закладные. Я не знаю, как мы успеем на гонке, но а что делать-то? Вариков больше нет. Ну, а я, в свою очередь, крашу крышку багажника, потому что нам с этой стороны, как мы видим, покрасили. Но, учитывая, что это покраска была за три или четыре тысячи рублей, внутри они не покрасили. Соответственно, что? Белое облако, пацаны. Мечта. Сейчас буду заливать. Открыли лежат, тоже свеже покрашенные. После Смоленска, ну, до Смоленска мы их покрасили на быструю руку, они были уёбичные. Сейчас они такие же уёбичные, но уже блестят, видите? И ещё немаловажным фактором стало наличие нового аккумулятора. К сожалению, мы его взвешенные стали, но это аккумулятор какой-то там химический. Короче, я в них не разбираюсь, но он вместо вон того, который в углу стоит, если видите, вон там вот, который весит, по-моему, в районе 15, этот весит 2. То есть мы значительный вес скинули, и так как у нас есть замеры предыдущего раза, мы, соответственно, посмотрим, сколько мы скинули. Я надеюсь, что мы где-то 50-60 килограмм точно скинули. Короче, некогда говорить, собираем машину, потому что уже скоро выезжаете. Автоспорт, классно говорили они. Она даже так разобранная круто выглядит. Также мы решили поменять лобовое стекло, так как у нас была с подогревом, и нити мешали телеметрии искать спутники. Ну и приклеили все пластиковые стекла на обычный стекольный герметик без всяких хлёпок. Да, с крышкой багажника сделать это было сложно, но тем не менее мы справились. И тема такая то, что машина, на удивление, практически собрана. Остается просто поменять тормозные диски, прокачать тормоза и поменять ступик. И все, можно ехать на гонку. Ну что же, мои юные гонщики, вот и серия подходит к концу. Калина полностью собрана и готова к гонкам. И сейчас наша задача просто протестировать машину, посмотреть, сколько у нас получилось по весу она и замерить мощность. Но это все будет уже в следующей серии, потому что и так эта серия выдалась такая достаточно долгая. И, соответственно, все. Поздравляю вас, мои дорогие юные, точнее уже не юные, а уже настоящие автогонщики. Теперь вы знаете, как правильно построить спорткар. И больше вы не будете мучиться и будете смотреть развлекательный контент. И надеюсь, что вся эта серия видосов будет полезна хотя бы двум-трем человекам. Да даже если одному. Если после этого видоса кто-то соберет нормальную машину и приедет в Time Attack, значит это все было не зря. На этом, дорогие друзья, я вынужден с вами попрощаться. Нам надо готовиться к гонкам, потому что гонка уже завтра и мы уже задолбались маслать эту машину. Не забудьте про мой розыгрыш турбовипки, потому что за 300 рублей, я думаю, вряд ли где вы на другом канале сможете стать настоящими автогонщиками. А там еще вас я и потренирую, и научу вас ездить, и даже помогу вам с этой тачкой. И ребята из силку сериуса даже может быть ее немножко помаслает. Но сейчас, правда, ее надо будет перебрать. Мотор, а так, в принципе, это все ерунда. Ну и все. Поэтому в следующей серии мы снимаем вам обзор на Калину, показываем, что у нас получилось, подсчитываем бюджеты и начинаем ебошить. Целый сезон Элтака. Поверьте, там будет много чего интересного. Все. Спасибо, что смотрите. Обязательно, кстати, переходите, если вам неудобно смотреть на ютюбе в ВК. Я, может быть, даже дзен сделаю и рутюб. Ну, не знаю, правда, хватит меня на это или нет. И подписывайся на мой телеграм-канал. Там прям в прямом эфире происходит все, что со мной происходит. Там прям как вот, ну, прям дневник в моей жизни. Так что все. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Как говорится, я все для автоспорта, и автоспорт все для меня. Наконец-то эта постройка закончилась. Я уверен, что еще в процессе гонок мы еще кучу всего переделаем. Это сто процентов. Это автоспорт. Я спать. Пока.